Движение – это жизнь. И в быстром вальсе будней все мы кружимся в направлении пенсии. Сегодня, 1 октября, мир отмечает День пожилого человека. В нашем городе успешно работают муниципальные программы по поддержке старшего поколения краснодарцев, по ремонту жилья ветеранов, сотни из которых ежегодно отправляются на отдых к Черному морю. С выходом на заслуженный отдых многие краснодарцы остаются активными и продолжают продвигать себя на рынке труда с помощью современных технологий. Президентская программа «Снова в деле» позволяет открыть в себе новые таланты. С какими знаниями выпускаются такие возрастные учащиеся, знает Валентина Щербакова. Инструктор по горному туризму с солидным стажем. Так себя позиционирует Ольга Сидоренко. Хотя и статус пенсионерки считает достойным. Останавливаться на полпути не привыкла. Благодаря сарафанному радио встретила единомышленников, которые помогли найти применение опыту, знаниям и желанию работать. Так Ольга Павловна оказалась снова в деле. Водила детей походы, взрослых походы, когда это был еще Советский Союз. А вот перейти на новую систему, чтобы за это брать деньги, я так и не научилась. Диплом психолога лежит у меня. То есть эти знания уже давно пора передавать другим. А как это сделать, у меня не получается. Поэтому я здесь научиться через сайт, рекомендовать, продать себя, свои руки, свою голову. Программа самозанятости пенсионеров снова в деле проект федерального масштаба. Его ресурсы – президентский грант на развитие гражданского общества. Потому обучение можно пройти бесплатно. Основное требование кандидатам – желание. Вышел на пенсию и хочешь оставаться в строю – учи азы интернета. А чтобы еще и любимым делом заниматься – иди в школу. Но, конечно, не в обычную, а для пенсионеров. Где и страничку в Инстаграм помогут создать, и основам маркетинга обучат. Впрочем, не только им. Значит, вот челночок поворачиваем восточным движением руки. И заводим снизу на эту ниточку, которую держим на пальчиках. Полученные здесь знания о самопродвижении в сети многие седовласые учащиеся используют на практике. Светлана Варик, например, уже нашла свою нишу. Она в прошлом инженер-электрик. Профессия, мягко говоря, не женская. А потому единственное отдушиной стало хобби – фривалете – особая техника плетения кружева при помощи челночной иглы. Рукоделием мастерица занимается больше 20 лет. А теперь она не просто любитель, и тому есть подтверждение – сертификат. Значит, любимое дело сможет приносить еще и прибыль. Так как интернет – это еще не такая самая для меня доступная область, вот я пошла на эти курсы, чтобы суметь свои поделки представить в интернете для того, чтобы вдруг кого-то это заинтересует. Ну, я, конечно, могу как на заказ немножко что-то сделать, а могу и обучить. Залог успеха учат на курсах – это броское объявление во всемирной паутине. Яркий слоган, минимум знаков и качественное фото. Всего этого не было в нашей молодости, подмечает новое поколение предпринимателей. С весны этого года проект «Снова в деле» успешно зарекомендовал себя не только в кубанской столице, но и еще в четырех городах России – Хабаровске, Барнауле, Липецке и Новосибирске. Итог – 350 готовых предпринимателей с богатым жизненным опытом. Реализовать таланты помогают московские IT-специалисты и маркетологи. В будущем же, по задумке организаторов, стать абитуриентом-бизнесменом сможет любой желающий, причем не только пенсионер. Актуален и для, допустим, такой категории социальных граждан, как молодые мамы в декрете, то есть люди предпенсионного возраста. В общем-то, для всех, кто готов обучаться, поскольку у нас немалая часть составляющего нашего проекта – это как грамотно составить объявление, чтобы оно выделялось, чтобы можно было с ним, что называется, выстрелить. И этому могут получиться многие. Хобби и умения, на которых намерены зарабатывать новоиспеченные краснодарские бизнес-леди, весьма разнообразны. От рукоделия и услуг бабушки на час до озеленителей, экскурсоводов и даже блогеров. За время действия проекта в Краснодаре второе дыхание в профессиональную жизнь обрели 57 предпринимателей. И, как подмечают кураторы проекта, новая профессия – это только начало пути. Вы не думаете, что вы уже закончили этот сентябрь, да, и все, ушли? Нет. Теперь вы переходите в WhatsApp-группу «Снова в деле общее», где вам будут продолжать оказывать консультационные услуги, информацию какую-то и так далее. Группа на октябрь уже сформирована. Набор в школе на этот год еще не закрыт, поэтому если желание получить новые знания у кого-то возникло именно сейчас, вот номер телефона для записи в группу. Глядя на счастливые лица этих учащихся, остаться на второй год в такой школе, они явно не откажутся. Валентина Щербакова, Вадим Жалиев, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».